Желающие хвалиться по плоти, принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся они соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, даю похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язву Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь. 1 Иоанна, 4 глава. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостовление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из проповеди Святаго Иоанна Златоустого на книгу бытия. О чтении Священного Писания можно получить немалую и ненезначительную пользу, потому что все случившееся с древними мужами, если только мы захотим быть внимательными, может доставить нам величайшее назидание. Для того и описаны не только добродетели святых, но и прегрешения их, чтобы мы последних избегали, а первым подражали. Мало этого, Божественное Писание показывает тебе, что и праведники часто падали, и грешники являли великое исправление, чтобы от того и другого мы получали достаточное вразумление, чтобы стоящий в добре не предавался беспечности, видя, что и праведники падали, и пребывающий во грехах не отчаивался, зная, как многие грешники раскаялись и успели достигнуть самой высокой степени добродетели. Итак, прошу, никто не гордись, чтобы и сознавал за собою много добрых дел, но будь осторожен и внимай увечанию блаженного Павла, который говорит, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10, 12 И не шедший до самой глубины зол, не отчаивайся в своем спасении, но помышляя о неизреченном человеколюбии Божии, внимай также Богу, говорящему через пророка. Разве упав, не встают, и, совратившись, дороги не возвращаются? Иеремия 8, 4 И в другом месте Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь, Не того ли, чтобы он обратился от потерь своих и был жив? Иеремия 18, 23 Видишь, возлюбленный, что каждое обстоятельство, описанное в Божественном Писании, предано памяти не для чего другого, как только для нашей пользы и для спасения рода человеческого. Помышляя об этом, каждый из нас пусть извлекает оттуда приличное для себя врачевство. Вот почему оно и предлагается всем беспрепятственно, и всякий желающий может извлекать из него свойственно удручающего страсти врачевство и получать скорое исцеление, только бы не отвергал исцелительного врачества, но принимал с признательностью. Действительно, из всех недугов, обременяющих человеческую природу, нет ни одного, ни душевного, ни телесного, который не мог бы получить врачество из Писания. Так, например, приходит ли кто сюда удручаем и печальными обстоятельствами житейскими, от которых он предается унынию, пришедший и тотчас услышав слова пророка, «Что унываешь, что душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 41 Он получает достаточное утешение и уходит отсюда, совершенно свободный от уныния. Другой скорбит и печалится, будучи обременен крайней бедностью, и видя, как другие окружены богатством, пышностью, великолепием. Ну и он слышит опять слова того же пророка, «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54 И еще «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его». Псалом 48 Иной унывает, претерпевает других, оскорблений и клеветы, и считает жизнь свою невыносимую, потому что не может ниоткуда получить человеческой помощи. Ну и этот научается тем же блаженным пророкам, не прибегать к подобных обстоятельствах человеческой помощи. Слыша слова его, они враждуют на меня, а я молюсь. Псалом 108 Видишь, демныщик помощи. Другие, говорит, строят поздние клеветы и наветы, а я прибегаю к несокрушимой стене, к благонадежному якорю, безнапежной пристани, к молитве, посредством которой все трудное для меня делаются легким и удобным. Иной опять терпит пренебрежение и презрение тех, которые прежде угождали ему, оставляется друзьями, и это крайне огорчает и возмущает души его. Но и он, если захочет прийти сюда, услышит слова того же блаженного Давида. Я, как глух, друзья мои искри и искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали, ищущие же души мои стоят все эти, желающие мне злоговорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. Видишь ли, враги Давида простирали козни свои до самой смерти, и объявили ему непрерывную войну. Слова «всякий день» означают то же, что всю жизнь. Что же делал Давид, когда они строили такие козни против него? А я, как глухой не слышу, и как немой, который не открывает ус своих, и стал я, как человек, который не слышит, и не имеет в устах своих ответа. Видишь великую силу любомудрия, как он побеждал врагов противными средствами. Враги строили козни, а он заграждал и слух свой, чтобы вовсе не слышать. Те ни на минуту не переставали заощрять язык и говорить на праслину и лезть, а он молчанием укращал их неистовство. Почему же он так вел себя? Почему в то время, когда враги столько ухитрялись против него, и он поступал так, как будто он был глух и безгласен, не имел ни слуха и ни языка? Послушай, так он сам представляет причину такого любомудрия своего. Ибо я на тебя, Господи, уповаю. Так как я, говорит, на тебя возложил всю надежду, то нисколько не забочусь о том, что делают эти враги. Твоя сила может рассеять все, уничтожить все их козни и хитрости, и не попустить замыслом их прийти в исполнение. Видите? Как можно здесь, в Писании, получить врачество, соответствующее каждому несчастью, постигающему человеческую природу, отринуть всякую скорбь житейскую и не сокрушаться ни от каких обстоятельств. Поэтому прошу вас чаще приходите сюда, внимательно слушайте чтение Божественного Писания. И не только, когда бываете здесь, но и дома берите в руки священные книги и с усердием извлекайте из них пользу для себя. Велика действительно польза, которая от них происходит. Во-первых, от чтения их образуется язык, потом и душа окрыляется и делается возвышенную, будучи озыряемым светом солнца правды, освобождаясь в это самое время чтения от нечистоты порочных помыслов и наслаждаясь великим миром и спокойствием. Что телесная пища для поддержания наших сил, то же и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильную, твердую, мудрую, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, так сказать, на самое небо. Не будем же, прошу, не родить от такой пользы, но станем и дома заниматься внимательным чтением Божественного Писания и пришедший сюда в церковь не тратить время на пустые и бесполезные разговоры. Но для чего пришли на то и обращать все наше внимание и слушать читаемое, чтобы выйти отсюда с каким-нибудь приобретением. Если же вы, пришедший сюда, будете проводить время неуместных и пустых разговоров и возвращаться домой без всякого приобретения, что польза от этого? Не странно ли будет, что тогда, как приходящие на житейские торжеща стараются принести оттуда домой все, что только можно получить на этом торжеще? Хотя и стратуя денег, приходящие сюда, на это духовное торжеще, не станут употреблять всех усилий, чтобы возвратиться отсюда, получив что-нибудь полезное и сложив это в свою душу. Особенно, когда на это не нужно тратить деньги, а следует только показать усердие и душевную готовность. Итак, чтобы нам не быть хуже посещающих житейские торжеща, постараемся высказать великую заботливость и неусупную внимательность, чтобы выходить нам отсюда с запасом, которого было бы достаточно не только для нас самих, но и для снабжения других, чтобы могли мы исправлять и жену, и рабов, и соседей, и друга, и даже врага, а таково духовное учение, что оно предлагается всем вообще и без всякого различия. Разве только кто превзойдет ближнего напряженной внимательностью и пламенным усердием. Аминь.